Для каждого процесса есть своя форма, которую нужно заполнить какими-то справочниками. Для чего заполнять? После того, как мы заполним форму, мы можем вывести уже отчеты по процессу. То есть эта система также помогает выводить различные отчеты по процессам, но по любому справочнику, который есть в теме. Вот для примера тут открыт справочник субъектов. То есть мы можем выбрать любую должность, подразделение. На вкладке отчеты видно уже есть какие-то типовые отчеты, мы можем выбрать должностная инструкция. И то есть этой роли, если он участвует в каких-то процессах, оттуда подтягиваются функции. То есть мы должностную инструкцию вставляем не просто набор стандартных слов, как обычно делают инструкции, а уже конкретно те функции, которые выполняет, либо участвует, либо руководит данное лицо. Они все автоматом подтягиваются в эту инструкцию, также автоматом подтягиваются все справочники другие, например, цели, если назначены какие-то показатели, они все подтягиваются этому. Также эти справочники, если нажать тут на подразделение, мы можем там выбрать, уже будет свой набор главных документов, какие мы можем выбрать, и сформировать отчет. Также программа, она в принципе тоже не ограничена этими отчетами, туда можно добавлять новые отчеты. Вот отчеты, пример процессов, мы можем выбрать регламент процесса в нотации DEV0, также мы можем EWPC выбрать. Это вид, примерно как выглядят отчеты, сам вид мы тоже можем настроить, любой. Если мы изменяем что-то, например, в процессе, функцию, она автоматом программа делает то же самое в инструкции, либо в другом каком-то отчете. То есть нам не нужно искать документы, куда вносить изменения, то есть программа автоматом, она строится на этих справочниках, автоматом вносит изменения во все документы, которые связаны с изменяемым справочником. Например, типовых регламентирующих документов, которые есть, для целей, да, стратегическая карта, для процессов, регламенты процессов, для документов или других каких-то данных есть свои движения, маршруты, для организационной структуры положения о подразделениях, должностные инструкции, для информационных систем, ТЗН автоматизацию. Но там их гораздо больше, но это как бы основные формирующие документы. Она позволяет формировать их как в Microsoft Word, так и в Excel. То есть можно формировать, выбирать, в каком виде нам формировать отчет. Вот для примера матрица ответственности по процессам. То есть тут есть какие-то функции процесса в строчках, а в колонках кто выполняет, кто отвечает, и получается вот такая матрица ответственности. Продолжение следует...